ЛЕКЦИЯ НОМЕР ОДИН Тема лекции Сущность интегрированной системы менеджмента качества Проблема интегрирования систем менеджмента Система менеджмента в соответствии с международными стандартами представляет собой систему для установления политики и целей организации, а также путей достижения этих целей. В течение длительного времени под системой менеджмента подразумевалась лишь система менеджмента качества. Подобные системы были формально описаны и закреплены на уровне стандартов раньше, чем другие. На понятие качества намного глубже, чем то, что распространено на бытовом уровне и даже фиксировано на уровне определения этого свойства в международных стандартах. Естественно, что и структура менеджмента организации должна отражать такое восприятие термина «качество». Классик менеджмента XX века Питер Друкер подчеркивал, что результаты деятельности любой организации существуют за ее пределами во внешней среде и менеджмент организации существуют ради результатов, которых эта организация должна достичь в этой среде. В сферу внимания и ответственности менеджмента входит все, что каким-либо образом влияет на производительность организации и результативность ее деятельности внутри нее или за ее пределами. Факторы, находящиеся вне пределов контроля менеджеров и влияющие на организацию, можно разделить на две группы. Среда прямого воздействия – это потребители, конкуренты, поставщики материалов и капитала, трудовые ресурсы общества, профсоюзы, законы и службы государственного регулирования. Среда косвенного воздействия – это экономические, научно-технические, политические, международные, социально-культурные факторы, состояние природной среды, отношения с местным населением. Обе группы факторов все более значимо влияют на развитие организаций. Если в 70-е годы XX века потребители и партнеров интересовало преимущественное итоговое конечное качество продукции, то сегодня речь идет о гарантированном качестве всех процессов разработки, проектирования, производства, о качестве труда в организации, о качестве ее взаимодействия с заинтересованными сторонами. Одновременно с этим изменилось и восприятие экологической целесообразности организации. Требования строительства очистных сооружений, например, переросло в условия предотвращения негативного воздействия на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла объекта, продукции или услуг. Система обеспечения промышленной безопасности должна быть надежной и прозрачной, обеспечивающей обществу реализацию права знать, какие производственные процессы характеризуются повышенным риском и какие совместные действия будут принимать сотрудники предприятий и местное население в случае аварии. Каждая из систем менеджмента включает организационную структуру планирования распределения ответственности, практические методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и актуализации политики организации в соответствующие области. Можно выделить следующие общие черты и тенденции развития систем менеджмента. Характер развития, смещение приоритетов от технических к управленческим и организационным решениям, направленность на совершенствование управления процессов производства, необходимость обеспечения сотрудничества различных звеньев в рамках технологической цепи, необходимость учета тенденций изменения внешней среды организации, идентичность приложения к системе, проявляемые в обязательности поэтапной работы над основными компонентами системы в процессе ее внедрения. Конечно, различие объектов менеджмента вызывает и различия систем менеджмента. Эти различия обычно выступают в качестве требований различных внешних сторон, клиентов, кредиторов, населения, государственных органах и общественных организаций. Интегральное понимание термина «менеджмент». Развитие систем менеджмента в расстоящее время имеет две основные тенденции. Первое – усовершенствование методологии и выработки стандартов для их последовательного применения в конкретных секторах, например, в автомобильной, космической, пищевой и других отраслях промышленности и здравоохранении, производстве медикаментов и т.д. Другая тенденция заключается в интегрировании разных элементов менеджмента на основе совместимых подходов. Такое интегрирование систем менеджмента должно способствовать внедрению стандартов и улучшению их связи с потребителями, представляющими все возрастающее число заинтересованных организаций разных сфер деятельности. В современном понимании качественное изделие или услуга – это не просто изделие или услуга с требуемым потребителю сочетанием свойств и характеристик. Стабильное и качественное изделие может быть только в том случае, если имеется высокий уровень менеджмента на всех этапах жизненного цикла этого изделия. Для потребителя высокий уровень менеджмента гарантируется тем, что система менеджмента предприятий, участвующих в жизненном цикле продукции, соответствует требованиям международного стандарта, отражающих передовой международный опыт. Соответствующие требованиям данных стандартов, менеджмент соблюдает экологические законодательства, положение о профессиональном здоровье и безопасности работников предприятий, понимает свою социальную ответственность перед ними и всем обществом. Этим требованиям может отвечать система менеджмента, соответствующая требованиям системы международных стандартов, то есть интегрирования системы менеджмента. Основная задача эффективной системы менеджмента любой организации это обеспечить идентификацию рисков и управление ими, создавая при этом максимальные возможности для осуществления ее деятельности. Риски в деятельности организации носят разнообразный характер. Они выражаются в появлении продукции или услуг несоответствующего качества, в возникновении проблем с властями из-за нарушения экологических норм, правил профессионального здоровья и безопасности, социальной ответственности, санитарных норм при производстве пищевых и лекарственных продуктов и т.д. Система менеджмента организации должна минимизировать риск, связанных с деятельностью этой организации и заинтересованных в ее деятельности сторон. Один из путей минимизации рисков создания системы менеджмента, ориентированный на международные стандарты менеджмента. Эти стандарты, отражающие передовой международный опыт управления, позволяют создать минимизирующие разнообразные риски систему управления. Сертификация соответствия такой системы управления требования международной системы стандартов менеджмента является гарантией признания системы управления организацией и доверия к ней со стороны всех связанных с ней сторон. Целесообразность создания интегрированного системы менеджмента объясняется следующими факторами. Интегрированная система обеспечивает большую согласованность действий внутри организации, создавая синергетический эффект. Интегрированная система минимизирует функциональную разобщенность в организации, возникающую при разработке автономных систем менеджмента. Создание интегрированной системы, как правило, значительно менее трудоемко, чем комплексы параллельных систем. Число внутренних и внешних связей в интегрированной системе меньше, чем суммарное число этих связей в нескольких системах. Объем документов в интегрированной системе значительно меньше, чем суммарный объем документов в нескольких параллельных системах. В интегрированной системе достигается более высокая степень вовлечения персонала в улучшение деятельности организации. Способность интегрированной системы учитывать баланс интересов внешних сторон организации выше, чем у комплекса параллельных систем. Затраты на разработку, функционирование и сертификацию интегрированной системы ниже, чем суммарные затраты на эти цели для нескольких систем менеджмента. Основные характеристики системы менеджмента Система менеджмента представляет собой последовательный набор взаимосвязанных и взаимодействующих мер и практических методов, направленных на установление политики предприятия и достижения вытекающих из них целей. Все эти действия должны обеспечивать управление и систематическое улучшение процесса организации. Очевидно, различие между системами менеджмента определяется видом политики. Политика в области качества, в области управления финансами, в области управления персоналом. Каждая система менеджмента имеет некоторый набор задач, определяющих содержание ее работы. Согласно Друкеру, из этого набора можно выделить следующие пять основных этапов. Первое. Постановка целей. Эта задача включает постановку целей, определяющие их характеристики и подразумевает умение не только решать, что нужно сделать для достижения цели, но и найти и сформулировать общую цель. Второе. Организация работы. Это анализ необходимых действий, решений и отношений, а также классификация и раздельные работы, построение организационной структуры для координации ее выполнения. Третье. Мотивации и обобщение. Это комплексная задача по созданию из множества людей, единомышленников, построению отношений с людьми, отношения к их работе и группового взаимодействия, стимулирования их вознаграждения за хорошую работу. Четвертое. Измерение показателей. Заключается в установлении показателей и критериев, отражающих эффективность выполнения отдельной работы и организации в целом в проведении анализа эффективности каждого работника в оценке и интерпретации. Пятое. Развитие подчиненных. Заключается в развитии и профессиональном совершенствовании работников, помощи им в раскрытии своих способностей, укреплении их личностных качеств и создании условий для их саморазвития. Перечисленные задачи, базовые элементы, содержание работы любого менеджера и, следовательно, любой системы менеджмента. Они тесно взаимосвязаны. Основой любой системы менеджмента можно считать известные 8 принципов всеобщего управления качеством. Действительно, трудно представить эффективную систему менеджмента, в которой роль высшего руководства не является ключевой, или которая не ориентирована на заинтересованное участие в деятельности своего персонала. Очевидно, не может быть эффективной системы менеджмента, не ориентированная на системный подход. Менеджмент риска как создание интегрированного менеджмента. Риски представляют собой угрозу успешной деятельности предприятия, поскольку они отрицательно влияют на самые различные характеристики этой деятельности. Основная задача эффективной системы менеджмента любой организации – обеспечить идентификацию рисков и управление ими, создавая при этом максимальные возможности для осуществления ее деятельности. Риски в деятельности организации носят разнообразный характер. Они выражаются в появлении продукции или услуг несоответствующего качества. Возникновение проблем с властями из-за нарушения экологических норм, правил профессионального здоровья и безопасности, социальной ответственности, санитарных норм при производстве пищевых и лекарственных продуктов. Менеджмент риска является систематическим и повторяющимся процессом оптимизации ресурсов в соответствии с политикой менеджмента рисков деятельности осуществляемой организации. Эта деятельность предусматривает определение обязанностей и ответственность по всем направлениям менеджмента. Процесс менеджмента риска помогает менеджерам и исполнителям функции организации учитывать все аспекты возможных рисков в практике менеджмента на протяжении всех этапов жизненных циклов проектов организации. Общий процесс менеджмента риска можно подразделить на 4 базовых этапа. Этап 1. Определение требований по проведению менеджмента риска. Второй этап. Определение и оценка риска. Третий этап. Принятие решений и действий. Четвертый этап. Проведение мониторинга и формирования и признания возможностей риска. На каждом этапе рассматриваются некоторые типовые задачи. Этап 1. Относящийся к начальной стадии выполнения каждого проекта предприятия предусматривает определение политики менеджмента рисков и подготовку плана менеджмента рисков. Основной процесс менеджмента рисков состоит из определенного количества циклов менеджмента на всем протяжении деятельности предприятия. При этом можно считать, что к этапу 2 относятся задачи 3. Определение ситуации наступления риска и оценивание риска. К этапу 3 отнесем задачу 5. Применение решений о признании возможностей риска. Уменьшение риска и рекомендация признания возможностей риска. Вид деятельности предприятия, конкретные проекты, создание проектов, на которые требуется проведение менеджмента рисков и частота циклов зависит от сложности вида деятельности, типов проектов, потребностей, конкретных условий, функционирования предприятия и должно определяться на первом этапе. В ряде случаев может потребоваться проведение непредусмотренных циклов менеджмента рисков. Например, это может быть при необходимости внесения изменения, планы, графики, технологические и бизнес-процессы, методы проектирования, характеристики продукции или проекта. Продолжение следует... Продолжение следует...